Добрый вечер, дорогие наши слушатели, продолжаем наш цикл лекций по музыкальной культуре и пути. Сегодня лекция номер два о творчестве Устина Ноксорова. Представляю вашему вниманию лектор Викторию Георгиевну Григорьеву, кандидата искусственного ведения. Она, можно в двух словах сказать, что вообще являясь профессиональной пианисткой, закончила училище Ума Ивановна, известного педагога, потом вышла в школу музыки. И вот являясь профессиональной пианисткой, она стала заниматься фольклорными традициями, изучать фольклорные традиции певцов, я вам посутал своего ангинского улца. И все это так, она сильно этим увлеклась, очень там популярна, и все ее знают, музыканты и не музыканты, те, кто вот эти народные творчества. И все это завершилось в 2017 году исследованием защиты диссертации на тему эпических традиций. Вот Кустина Наксорова, вот ее, ну она к нашим институтам имеет прямое отношение, мы говорим, то есть к институтам связываем, да, она выпускница нашей эспирантуры по классу Юрича Шейкина. А кандидатскую защитила под руководством Оксана Эдуардовна Добжанцева, который тоже является ученицей своего певцовича. Видите, какие у нас традиции широкие. Вот она достойно продолжает традиции вот этих фольклорных. Поэтому мы, конечно, с большим удовольствием пригласили для наших лекций такого знатока, творчества. Ну не только Устина Наксорова, но и у нас друг друга. Пожалуйста. Спасибо, Даня Анатольевна. Всем добрый вечер. Ну, в течение получаса я ознакомлю с биографией выдающегося однофора, потомственного ланхасута, певца, артиста Устина Гаврилевича Наксорова, с чьим именем связано сохранение народного сказительства и развитие ее традиционного вида в первой половине XX века. Устин Гаврилевич Наксоров, представитель известной Амкинской сказительской школы Тимофея Васильевича Захарова Чабия. Сказительское искусство Чабия, который был родом из Эмис, в свое время высоко оценили основатели якутской поэзии и литературы Аюнский и Кулаковский. Аюнский сказал поэту Кюнюку Растырову, «Я никогда не слушал Амхасута лучше его сказывающего. Был певцом непревзойденным». Вступительный текст сказаний Наксоров часто начинал со слов, которых упоминал имена своих предшественников. Период жизненной творческой деятельности Наксорова охватывает первую половину XX века, переломную эпоху в развитии нашей страны. Поэтому немного затронем творческий портрет певца в контексте эпохи, что весьма важно для понимания особенностей его творческого пути. Безусловно, Наксоров был человеком новой эпохи, воспитанным в соответствии с идеями Октябрьской революции. Однако в своей творческой работе певец однозначно связывал художественную картину мира с духовным опытом народа, представленным в Алан-Хо. Устин Гаврилович родился в Абаке Амгинского улуса в семье бедняков Гаврилы Даниловича и Варвары Кузьминичной Наксоровых. В семье было двое детей – старший Устин и Тихон. Все свое детство они провели в небольших живописных халасах Табалаха, Абаги, обрамленных изгибами пышного леса, с разноцветия трав, цветов, купаясь в искрящейся чистотой реки Амга, вобравшей созвучие притоков и любовью с хранящими молчание величественными горами. Очевидно, что удивительный Амгинский ландшафт породил чуткость восприятия будущего сказителя к красоте и многообразию природы. Ростки творчества, питающие фантазию и воображение Наксорова, зародились в детстве и юности. Цепкая память помогала Устину сохранять примеры устойчивых традиций родной культуры. В этом большую роль сыграла семейная преемственность, принадлежность к роду Аланхасута. Дед Наксорова по линии матери Кузьма Трыб был родом из Чарапчи, из Хатлы. Как часто бывало с якутскими детьми, Устин, услышав легенду, исполнял его своему ближайшему окружению. Своим сверстником он также великолепно сказывал якутские русские сказки. Жизнерадостный и нетерпеливый он был непревзойденным за певалой Асохая. Самостоятельно выучился играть на хамусе, балалайке, мастерил к рымпу. Для будущего певца это, несомненно, было своеобразной творческой школой. С детства он слышал странствующих Аланхасутов, Артемьева, Гермогенова, Рыма, Пен, Говорова, Сыганык, Захарова, Чайбия, Екатерину Иванову, известных исполнителей Дегарина Рэта во времени Афанасия Кириллина и Егора Егорова Орбойова. Устин еще в детстве хорошо сказывал Аланхо, усвоенный от своих предшественников. Известно, что он исполнял Таюки, Сюрагох Рэта, Сеппир Рэта и народные песни. Юношеские годы Устина совпали с периодом гражданской войны в Амгинском районе. Все это также стало для него суровой школой познания жизни. С 1927 по 30-е годы Нахсуров работал секретарем наследства, затем членом правления сельскохозяйственной артели Табалах, заведующим отделом кадров в Амгинском зерносовхозе. Постепенно втянувшись в трудовую и общественную жизнь, пишет статьи о работе колхозов, профсоюзов. Под псевдонимом Устин Морабыс публикует позитивные по духу стихи о передовых работниках сельского хозяйства. С 1923 по 1932 годы большое влияние на музыкальную жизнь страны оказывала Российская ассоциация пролетарских музыкантов, которая по воспоминаниям первого якутского композитора Жиркова отрицала народное национальное искусство в широком смысле слова. Это его слова. Со временем пролеткультовский нигилизм по отношению к прошлому был полностью дискредитирован и не нашел в себе сторонников среди передовых деятелей советской музыки. Наступил период развития национальных художественных культур. Каждая республика развивалась по своему пути, но в едином для всего советского искусства идейном направлении. В этот период Устин Гаврилович, опираясь в своем творчестве на содержание многих эпических сказаний, четко осознавал, что Ланхо – это первоисточник всего возвышенного, прекрасного, всего жизненно сильного и самобытного. Мировосприятие Нахсорова сформировалось во многом под воздействием народной философии, верований, воспринятых с детских лет в крестьянской среде. В 1934 году Нахсорова назначили первым секретарем Амкинского райкома в ЛКСМ. С энтузиазма, приступив к ответственной работе, он умело сплачивал вокруг себя сельскую молодежь. Богатый духовный мир энергичного молодого руководителя отражался не только в работе, но и на проведении культурных мероприятий. Соратник Нахсорова по комсомольской работе Василий Никитин писал, «Стали заметны устремления секретаря к изменениям. В местах сбора молодежи он начинал петь, запевать Асохой. Нам в это время под влиянием мысли о необходимости ударить Паланхо Асохою это не нравилось. Устина Нахсорова не останавливали ограничения». И впоследствии его глубокая убежденность в правоте избранного творческого пути сопутствовали ему всюду до конца его дней. По воспоминаниям писателя Морденова в 1935 году в Институте языка и культуры произошла первая встреча директора Института Аюнского и комсомольского лидеранги Устина Нахсорова. После делового разговора Аюнский посоветовал Нахсорову записать Аланхо о сыне лошади Дырой Берген и было дано распоряжение ученому секретарю Морденову оформить договор. Воодушевленный поддержкой литератора Нахсоров вернувшись в Амгу в течение года в рукописном виде на латинице записал Аланхо сэнаканасыгыллахо канахонуллах сэлгэсфюэгото сэлгэрэйберген бухатыр. 12 715 строк. Это Аланхо в 2009 году Институтом гуманитарных исследований было издано в серии Сахаводорбера. В 1937 году Нахсорову назначают партийным секретарем в колхоз Кылся Ригитва Баге. В 1938 году заведующим партийным кабинетом Ангинского райкома. Тем временем в стране наступили тревожные годы, сыгравшие роковую роль в судьбах многих людей. В ноябре 1938 года в Амге органы НКВД предъявили Нахсорову обвинение в членстве буржуазно-националистической антисоветской организации и в Троцкизме. Мерой пресечения было содержание подстражей в тюрьме города Якутска. В марте 1939 года после рассмотрения материалов следствием была признана невиновность Нахсорова, но к моменту освобождения из-под стража здоровья Нахсорова было заметно подорвано. В то же время в 30-е годы по всей стране существенного развития достигает театральное искусство. Постановки пьес в колхозных театрах снискали общенародное признание в республике. Друзья посоветовали талантливому другу Устину связать дальнейшую судьбу с искусством. В этот момент Нахсоров осознал факт своего жизненного призвания и предназначения, чему способствовала оценка событий, людей и собственное положение в обществе. В 1938 году Нахсоров начинает работать в Первом государственном Ваенском колхозном театре. Зарождение национальной профессиональной музыкальной культуры происходило в трагический период советской истории. Административная система приступила к физическому уничтожению ростков свободомыслия. Социальная трагедия затронула и якутскую культуру. Погиб Аюнский, подверглись репрессиям десятки деятелей литературы и драматического театра. К концу 30-х годов в творческих кругах и среди зрителей Устин Гаврилевич был уже хорошо известен как Алан Хасут и глубокий знаток фольклорного искусства. Для него в это время наступает возможность проявить свой сказительский и актерский талант. Именно в этот период происходят судьбоносные события в его жизни. В 1939 году дирекция Якутского драматического театра по совету Новикова и Кюникура-Стырова приняла Нахсорова на работу в качестве артиста и ассистента режиссера для постановки музыкальной драмы Джулурьер Нюргунбатур. О процессе работы над драмой композитор Марк Николаевич Жирков, пожалуйста, следующий кадр, писал позднее в газете «Автономная Якутия». Для записи и изучения якутского песенного фольклора и использования его в качестве лейтмотива музыкальной драмы нами был вызван из районов ряд лучших народных певцов Алан Хасутов. По прибытии их в Якутск было организовано коллективное слушание творчества этих певцов. Лучшие образцы песен записывались на ноты, а неподдающиеся записи, импровизируемые мелодии, воспринимались и осваивались исполнителями ведущих ролей пьесы. Народные певцы консультировали артистов, передавали им свой богатый опыт. Певец Устин Нахсора, по которому был записан ряд замечательных мелодий, был оставлен в театре для исполнения роли героя драмы Нюргуна. Из десяти песенных трактовых эпических персонажей первой якутской оперы пять мелодий Жирков записал от Нахсорова. Это Юрю Нолан, Айумсу, Сорок Балдур, Кыскы Скайдан и Айидю Растай. Я подчеркиваю, из десяти мелодий пять было записано от Нахсорова. Характерные мелодии Алан-Хо, нотированные Жирковым и составившие основу музыкального спектакля, навсегда закрепились в народной памяти. Марком Николаевичем от Нахсорова также были нотированы напевы богатыри верхнего мира Айидю Растая, серединного мира Кюнерби, старухи Семяхсина Мяхсин и богатыря Нижнего мира. В марте 1940 года состоялась премьера первой якутской музыкальной драмы Джулуяр Нюргунбатур. В этот год, по воспоминаниям Густина Гаврилевича, он 33 раза без дублера исполнил роль Нюргунбатура. Осенью 1940 года Нахсорова вернулся в мае, где проработал до конца 1942 года. Когда началась Великая Отечественная война, Нахсорова не раз просился на фронт, но из-за болезни легких полученных, но и во время заключения в тюрьме, ему отказывали. В тяжелые годы войны действовал вдохновляющий лозунг «В тылу, как на войне». Первый исследователь творчества Нахсорова Эдуард Ефимович Алексеев пишет, «Пожалуй, так много не гастролировал до него ни один якутский певец. Он знал, что обречен, но каким-то чудом почти до самой своей смерти в феврале 1951 года находил силы петь и приносить радость людям. В январе 1943 года руководство театра вновь приглашает Нахсорова. Специфика театра требовала постановки музыкальных спектаклей, однако в репертуаре был единственный спектакль – драма «Дю лурьер Нюргон Батор», продолжавшая пользоваться большим успехом у зрителей. Зная весь текст либретто, на протяжении нескольких лет Устин Гаврилевич, обладая голосом баритонального тенора, исполнял не только роли Нюргон Батора и Рюну Лана, но в любое время мог заменить заболевших артистов, игравших роль Аедюра Гастая, посыльного Сору Балбура. По воспоминаниям Устина Гаврилевича в выездных гастролях по районам, он также исполнял роли Отогута, Аллукмас и Кыскаскейда. В этот период Устин Гаврилевич Наксоров, превосходно исполняя семь ролей в одной музыкальной драме, затем и в опере, был воистину лучшим сценическим интерпретатором персонажа Эллан Хо. В театральной тропе Якутского музыкально-драматического театра в военные годы господствовал патриотический подъем. В театре ставили произведения драматургов Сивцева, Ефремова и других. Их искусство развивалось, морально поддерживая и вдохновляя самоотверженное население. Нередко были случаи, когда Наксорову приходилось давать сольные концерты. Зрители его любили завладение поэтическим словам, удивительному голосу, легкому нраву, юмору. Татьяна Иннокентина Филиппова, одна из его коллег, работавшая артистка, затем главным бухгалтером театра, тепло вспоминает и описывает скромный обаятельный облик артиста. Устин Гаврилевич очень легкой походкой, поводя плечами, выйдя на середину сцены, поклонившись, встает, расставив ноги и заложив руки за спину. Затем, чуть закинув голову, начинает говорить свободно, без запинок, чуть переведя дух, продолжает четко владея языком. Невозможно полностью красочно описать, как Устин Гаврилевич пела Ланхо. Когда он с подробностями и украшениями начинал описывать земли, небеса, миры, человек забывал о себе. Так красиво и увлекательно рассказывал Устин Аксоров. Она также отмечала, что как знаток традиционного фольклора, Устин Гаврилевич всегда четко разделял рейтмотивы каждого персонажа, особенности стилей и типов исполнения Дерятти, Дегарен, Кутуру, Сыналыян, Петян, Шамана, Ходаганак, Менерик, Асухай, Алгыз, Деренкей, Тойсу, Джалары и других жанр. Отдавая дань времени, певец искренно и преданно отразил историческую судьбу многострадальной родины в Таюках, Айхал, Едойтабутсюряга, Улука, Икюня, Улхан-театр, описывал природные явления и реальную действительность в Таюках, Джилкелите, Бурдукэгыта, Санаджил, Астолрэта. Нахсоров в своем творчестве пристальное внимание уделял круговым песне-танцам, асухой и народной песне Дегарен-ре как одним из главных источников традиционного фольклорного искусства. Каждый народ имеет свои характерные типы интонационных распевов, что является качественной вершиной архаики. В исполнении Нахсорова изысканные интонации и искусство распевов и опорных звуков Дегарен-ре достигли совершенства. Но подлинной страстью для Нахсорова всегда было исполнение Алан-Хо. Осознавая огромную роль и ценность эпического наследия, Устин Гаврилевич продолжал распространять Алан-Хо, где в полной мере вечерами и ночами мог предаваться героическим сказаниям. Отличительными особенностями высокого исполнительского искусства и эпических песнопениях Нахсорова были вариационные доладовые архаичные мелодии и типизированные мелодические обороты, проявляющиеся в тембровых приемах разного уровня вибрато, ячейках Нахсоровских тремола. Об этом я чуть позже скажу. В 1945 году произошло важное событие в истории сохранения традиционного музыкального искусства республики. Пожалуйста, следующий слайд. Народные певцы Устин Гаврилевич Нахсоров, Виктор Афанасьевич Савин, Захар Порфирьевич Инокуров записали таюки, фрагменты Алан-Хо, народные песни в кабинете народной музыки Московской консерватории. Благодаря научному сотруднику Нине Михайловне Бачинской была проделана ценнейшая документальная работа по сохранению фольклорного наследия народа Саха. Позже, в 1976 году, по инициативе исследователя Эдуарда Ефимовича Алексеева, реставрированные записи были выпущены всесоюзной фирмой «Мелодия» в виде граф-пластинки «Якутские песни» в исполнении Устина Нахсорова. В 2005 году, по идее Анастасии Николаевны Алексеевой, тогда заведующей отделом искусств библиотеки имени Пушкина, эта пластинка была оцифрована на компакт-диск с названием «Эллыр Устин Нахсоров». В уникальных записях сохранен несравненный голос Нахсорова. Это два таюка, четыре напева осохты, пять народных песен и 14 бесценных эпических песнопений, которые демонстрируют высочайшее виртуозное мастерство его вокальных импровизаций. Всего 25 аудиозаписей. Композиционные особенности эпических песнопений характеризуют не только своеобразие звуковысотной, тембровой и метроритмической структуры каждой песни, но и высокопрофессиональный певческий голос Нахсорова, изумляющий гибкостью и широтой дыхания. Песни персонажей Алан Хо выявляют совершенную композицию песнопений с принципами развития каждого образа, сложности интонаций, стилистическим своеобразием мелодии в ее изобретательной вариационности. Но вот после обзора биографии мы послушаем 10 фрагментов его голоса. В конце войны Жирковым был поднят вопрос о создании первой якутской оперы. Выбор, естественно, пал на освоенный театром и полюбившийся зрителям сюжет Дюллурвер Нюргон Ботор. Премьера состоялась в июне 47-го года, в дни празднования 25-летия образования республики. Первый вариант оперы мало отличался от музыкальной драмы. Ведущие партии в первых спектаклях исполняли Жирков Нюргон, Новгородова Егорова, Туяры Мако, Нахсоров Юринолан, Савин Отугутаке. Во время работы над созданием образа Юринолана Нахсоров писал «Для создания правдивого образа Юринолана я несколько лет изучал творчество народных сказителей Алмхасутов. Большие затруднения встали передо мной, когда я приступил к работе над чисто вокальной стороной. Благодаря упорной и напряженной работе над голосом при помощи педагога-вокалиста Чукардиной и концертмейстера Розинской я научился придерживаться музыкального ритма и подчинять свое пение оркестровому звучанию. Однако импровизатору Нахсорову трудно было освоиться в рамках европейского темпа ритма, и он одним из первых уходит из состава музыкального театра. Впоследствии опера неоднократно ставилась на сцене театра и подвергалась редакционным переработкам. В 1946-1947 годы на сцене Якутского драматического театра продолжает раскрываться артистический талант Нахсорова в разнообразных ролях по драматических спектаклях. Тетей Битт, Неустроева, Чтец, Скапына, Албастара, Мольера, Морозов, Нюча, Дюна, Симонова, Пахом, Сайса, Рысивцева и другие. Днем в минуты отдыха артисты театра увлеченно состязались в количестве проговариваемых слов в минуту. В непревзойденном всегда был Нахсоров. Количество его слов достигало до 350, тогда, когда у других доходило только до 300. Коллеги признавались, что природа не наделила их таким талантом. В эти годы его также помнят, как самого азартного комментатора сконных скачек, проводимых в Якутске фокусника и даже народного лекаря. Устин Гавриевич Нахсоров был одним из первых, кто прославил якутское песенное искусство далеко за пределами республики. В 1946 году он стал участником исторического концерта в Москве, посвященного годовщине Великой Победы. На сцене Большого театра в присутствии членов правительства был дан концерт, на котором Нахсоров вдохновенно исполнил импровизированный таюк Улу Каикюля. Эмоциональная выразительность голоса и народный темперамент певца покорил слушателей. Современники вспоминают, что после концерта Иосиф Сталин вышел к участникам на сцену и, в знак благодарности одному из немногих, пожал руку Нахсорову. 1947 год был ознаменован общественным и правительственным признанием. Нахсоров становится членом Союза писателей республики. Было присвоено звание «Заслуженный артист республики», награждается медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. В 1948 году продолжается насыщенная творческая деятельность артиста. Нахсоров представляет фольклорное искусство республики Москве на всесоюзном смотре художественной самодеятельности. В Якутске издается сборник «Народ реттера», где впервые были напечатаны тексты таюков Устина Гаврилевича. Был выпущен отдельный сборник таюков «Юрюреллера». В 1948 году Нахсоров назначается исполняющим обязанности директора и артистом Государственного Нюрбинского колхозного театра. Летом 1949 года известным исследователем фольклора Пуховым от Нахсорова было записано второе ланхо «Юрюнолан», текст которого хранится в архиве исследователя. В настоящее время существуют также аудиозаписи фрагментов этого ланхо. Факт постоянного обращения Устина Гаврилевича к ланхо еще раз доказывает то, насколько большое значение он придавал безвозвратно исчезающим памятникам и устного народного творчества народа, необходимым для изучения истории и духовного развития народа. Не прекращая своих выступлений, в 1949 году проездами из Нюрбы через Алёпинск в Якутск Нахсоров задерживается в Сунтаре. Перейдя в районный клуб, директором которого в то время был Николай Ващенко, Нахсоров поделился тем, что испытывает финансовые затруднения и просит его организовать концерт. Для участия в концерте был приглашен Сергей Афанасьевич Зверев, тоже случайно оказавшийся в Сунтаре. Так был организован уникальный концерт со связанием двух выдающихся представителей устного народного творчества разных локальных групп – Приленской и Вилюльской. Певцы-импровизаторы по очереди воодушевленно исполняли таюки, песни, фрагменты ланхо. Как вспоминал Ващенко, зрительный зал был переполнен. На концерте присутствовало 500 человек, билет стоил 2 рубля. Заработав деньги, импровизаторы остались довольны. Поблагодарив Ващенко, Нахсоров продолжил свой путь. В 1949 году Устин Гаврилович спел свои последние эпические пестопения на студии Якутского радиовещания. Редактору звукозаписи Желобцова от сказителя было сохранено 8 ранее незаписанных произведений. В последние годы здоровье Нахсорова заметно ослабевает, и он скончался 13 февраля 1951 года в Якутске. В сентябре 1992 года дочери Устина Гавриловича Нахсорова, ветерану педагогического труда Люции Устиновне Нахсоровой, была выдана справка о реабилитации отца как жертвы политических репрессий в 1938-1939 годы. Активная артистическая деятельность, пожалуйста, следующий кадр, всегда была направлена на развитие и подъем фольклорного искусства. В нем самом был ярко выражен дух родного народа, лучшие черты его характера, человеческий и художественный талант. Через страдания и боль, любовь и вдохновение происходило осмысление драматических и созидательных моментов его жизни. По воспоминаниям современников, Нахсоров являлся сказителем восьмее ланхо, Сылгы Олады Рэберген, Ортодой Догота Одун Чаботор, Асман Аттах Аллату Игун Бухатыр, Мухтабад Мадун Май, Юрюн Ола, Тойан Джагарыма, Угун Туй Гун Бухатыр, Симея Кэйна Мяксин. Последнее было записано в 1940 году. За многие работы в театре также им было освоено и девятое ланхо, Джулуер Нюргун Батор. Устин Гаврилевич Нахсоров, заинтересованный и моральной поддержкой, помог в становлении многих начинающих артистов драматического музыкального театра Екатерины Захаровой, Федота Потапова, Христофора Максимова, Марины Поповой и других, ставших впоследствии широко прославленными и любимыми якутским народом. Народный артист Республики Гаврил Колесов вспоминал, как впервые в 17 лет увидел и услышал Устина Гаврилевича Нахсорова, приехавшего в его родной наследство с группой артистов. Он писал о том, что завороженно слушал каждое слово импровизатора и был покорен воздействием его голоса. Именно с тех пор его стало привлекать Алан Хо. В своем исполнительском варианте записи Алан Хо Дилу Лернию Кунбатер Колесов использовал наиболее ценимые им музыкальные характеристики эпических героев из репертуара Устина Гаврилевича Нахсорова. Поэт Кюннику Растыров писал в воспоминаниях, Нахсоров действительно был большим привлекательным талантом, поэтому его глубоко любит, уважает и помнит родной народ. Достойным последователем Нахсорова и исполнения Дегаренеры стал народный артист Республики Христофор Максимов, который в детстве тоже жил в Абаге. В молодые годы они вместе работали в Якутске, Майе, Нюрбе. Максимов был не только внимательным слушателем носителей традиционного исполнения Дегаренеры, но своей отличной музыкальной памятью усвоил аргументальные распевы, которые сохранил и развил уже в своих авторских песнях. Благодаря работе благотворительного фонда имени Христофора Максимова, якутская песня Дегаренеры в наше время обрела новое дыхание. Таким образом, в музыкально-эпическом творчестве Уштина Гавриевича Нахсоров прошел путь от песенного исполнительства до высокого искусства эпического певца и импровизатора Алхасута. Жанры и формы традиционной вокализации с темброво-орнаментальными элементами переданы им во всех свойственных якутскому фольклору песенных стилях Деряти, Дегарен и Кутуру. Уникальное исполнительское искусство Нахсорова сыграло значительную роль в становлении национального музыкально-театрального искусства, развитии песенного творчества Якутии. Самобытный музыкально-поэтический язык, социальная направленность творчества Нахсорова поддерживался деятелями искусства, культуры, изучался исследователями и продолжает привлекать внимание молодого поколения. Творческая практика Алхасута, певца и артиста Устина Гавриевича Нахсорова отразила начальный, сложный период процесса становления и формирования профессионального музыкального искусства народа Саха в первой половине XX века. Первая часть моего выступления закончена. Переходим к музыкальным фрагментам записей, аудиозаписей мне помогает Сардана Васильевна, сотрудник библиотеки. Значит, вот у нас перед нами нотация Амгинского «Ассохая». Скажу сразу, кто не знает, что все 25 произведений творческого наследия Нахсорова мною нотированы от первого до последнего звука. Вот это, но все началось, кстати, вот именно с мотива Амгинского «Ассохая», который был издан в первом сборнике моем «Музыка-бастоколок-таре» для пианистов. Первая нотация была связана именно с этим мотивом. И вот благодаря Устину Гавриевичу мы сейчас имеем свой вот собственный мотив. Пожалуйста, включите звук. Музыка-бастоколок «Амгинский» Музыка-бастоколок «Амгинский» Спасибо, Сардана Васильевна. Переходим к следующему слайду. Вот сначала я расскажу. Этот мотив из архива якутского радиовещания. Этот мотив имеет 18 строк. Если в первой мелодии мелодия сохранялась на протяжении всего звучания, то представьте себе, вот этот мотив, он нигде не повторяется. Вот 18 строк он комбинирует в разных вариациях. Пожалуйста, слушаем. Музыка-бастоколок «Амгинский» Музыка-бастоколок «Амгинский» Спасибо. И так далее. Сейчас мы переходим к Таюку, День Великой Победы. И я здесь хочу обратить внимание вот именно на его особенность исполнения. Значит, чем отличился Нахсоров от всех других из Аланхасутов? Тем, что он часто использует триольное соотношение. Триольный распев слога. И к моему очень приятному удивлению, я это же обнаружила в нотациях трех, которые я аннотировала, тоже трех очень объемных эпических песнопений в исполнении Квиндуку Растырова. Те же триоли, те же мотивы слышны. Это доказано, это еще раз нам говорит о том, что они действительно являются преемниками Чабия. Поэтому мы теперь можем себе представить, как пел Чабий. Я еще нотировала песнопения другого Аланхасута, Агапова, тоже Амгинского. Там совершенно другая интонация. А Кюнюку Растырова Нахсорова очень сходный. Слушаем. Ничего не слышно. Хорошо слышно, наоборот. Хорошо слышно. Очень хорошо слышно было. Так, теперь нет. Спасибо. Спасибо. Так, следующий у нас фрагмент. Ну вот, знаменитое песнопение Аюм Сур. Она в стиле Дегарин Ре. Она размеренная. Ее нотировали очень многие музыковеды. Но тут у меня своя нотация. Вообще, это песнопение любят исполнять все. Некоторые, может, помнят. И Наталья Спиридоновна Трапезникова пела в молодости и за рубежом. Она всегда очень любила петь это песнопение. Слушаем. Всем слышно, да? Мне, например, не слышно. Это у нас песнопение шамана Срединного мира Аи Буян Тай. Вообще, запись очень была плохая. И мне очень помогает Анисия Даниловна, руководитель группы Ланхасутов у нас есть в Банге, в Битюнском наследии. Вот что касается якутского текста, вот в расшифровке якутского текста, вот мы с ней в очень тесном контакте работаем. Так вот, это всего лишь начало камлания шамана. Это эпическое. Он не был, конечно, сам шаманом. Это песнопение эпического шамана. Звучит пять минут. Можем послушать до конца. Значит, здесь вот, но я нотацию показываю только начало, и оно вот имеет пять разделов. Вот такой вот небольшой фрагмент, пять минут, и там вот, когда у меня был анализ, значит, я там выявила песнопение в пяти разделах. Ну, очень интересно. Я, пожалуйста, слушаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Другая запись пошла, но это тоже Иринола. Так, следующее. Так, слушаем две последние записи. Это Кыллахары. Эту песню пели многие по-разному. Ну вот Кыллахары. Кыллахары. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот обратите внимание на внесмысловые слоги, которые он вплетает в слова. Субтитры создавал DimaTorzok Так, слушаем. Ага. Ну вот, очень красивая мелодия. Вот я впервые... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну конечно, это запись... Ну он в темпе спел, но это просто такие условия, наверное, были созданы в кабинете народной музыки. Конечно, эта песня чуть помедленнее исполняется, да? Так, ну вот все. Пожалуйста, вопросы. Впечатляет, какой он был... Видите, с детства он, значит, сходил за Алмхатутами, да? Да, ну в то время это практиковалось, и он и за шаманами следил, этот Протасов Николай Николаевич, он не один раз был в Абаке, но за всем он очень внимательно следил, конечно. Ну и поэтому он донес до вот Марка Николаевича Жиркова пять песен. Да. Как это получается? Пять из десяти. Да, то есть, когда-то половина, это его создание. Да. Да, ну это же интересно, как он так мог донести? Это его память? Да, ну вот именно его такой гибкий голос, это сейчас плохо было слышно в Ардеман Тертеман, а есть еще у него Тимир Силюнь Тей, тоже, ну очень гибкий голос. Это секстами тремолировать, это только в нашем Алланху, наверное, может. Даже, я хочу сказать, вообще в этих песнопениях хорошо прослеживается структура композиционная. Вот как и в европейских ариях имеется три раздела, во всех песнопениях Максурова тоже есть три раздела. Вступление, зачину с лейтмотивом, первый раздел, второй раздел, третий раздел, кульминации, все, все построено по сюжету и в строгой структурной форме. А не просто так, вот все его таюки, застольная песня тоже имеет структуру, вот так, просто так, вот ничего он не поет, все имеет свое построение. Ну, значит, было структурировано вообще, да? Да, ну вот, да, он структурировал, он все построил. Ну, конечно, сегодня вот Оксаны Эдуардовны здесь нет, да, Наталья Иннокентиевна? Нету, да. Дима не зашла, да. Вот я хотела сказать слова благодарности Оксане Эдуардовне Добшанской, нашему руководителю научному, благодаря которой вот удалось мне исследовать все наследие Наксурова и довести до диссертации. А скажите, ну это, конечно, труд вообще, скажем так, 25, все наследие, все это, как говорится, бумагу в ноты. Скажите, а есть, исполняет вообще, вот, вы культурное отделение говорите, да? Есть у нас, которые исполняют по этим ноткам или вот? Ну вот я пытаюсь работать. У нас, вот, как я упоминала, есть коллектив Алло, который, которому, с которым я занимаюсь уже несколько лет. И девочки очень талантливые, они легко воспринимают. Они, мы все вот эти народные песни прошли. Вот Таюк, День Великой Победы, вот для нас как образец. Вот есть девочка Яковлева-Дариша, который вот максимально имитирует его пение. Остальные тоже подтягиваются. И вот этот трехдольный распев мы у себя уже практикуем. Практикуем. И его главные интонации тоже стараемся применять. Так, как Нахсоров, конечно, отремонтировать мы не сможем, но пытаемся. Можно сказать, да? Вопрос. А, Мария Михайловна, это племянница Валерича Нахсорова. Уважаемая Виктория Георгиевна, уважаемые организаторы Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, от имени родственников и от имени научного сообщества, поскольку я представляю научное сообщество, это я доктор-наук-профессор. Значит, я выражаю огромную благодарность, с какой любовью Виктория Георгиевна следует, рассказывает. И вот за ваш сподвижнический труд, потому что вот нотирование таких сложных произведений, доведение до будущих поколений вашего труда кропотливого, просто это дорогого стоит. Поэтому я с большим удовольствием всегда слушаю ваши выступления, лекции, наблюдаю за вашими публикациями. Они очень значимы для не только истории искусства, но и для будущего поколения. Вот все-таки надеюсь, что наша этнокультурная, фольклорная составляющая, наше духовное наследие останется на века. И, конечно, то, что вы исследовали, можно сказать, почти забытого Устина Гавриловича Нахсорова, это очень здорово. И благодарю всех организаторов за такие интересные, познавательные, содержательные лекции, которые касаются не просто расширения кругозора, а именно затрагивают за сердце, душу, обогащаясь нас какими-то эмоциями, и это здорово. И хотелось бы вам пожелать дальнейших успехов. Думаю, что благословение Алгыц нашего Устина Гавриловича пусть не зайдет не только на Викторию Георгиевну, но и на всех поклонников таланта, на всю благодатную растущую молодежь, на всех нас, любителей, ценителей. И, конечно, мы со своей стороны тоже постараемся внести хотя бы левту, потому что планируется в Анге очень такое громадное дело, это открытие сквера, музея, посвящение цеха. Буквально вчера отправляли макет памятника мне, поэтому мы всегда все вместе, всем миром, вековечим, конечно, имя нашего предка. Ну и он не только как человек искусства и так далее, внесли большое полотно, и, конечно, он также советско-партийный работник. В этом плане тоже некоторые интересные факты жизни. Планировали, это честь победы, 70 лет, ой, 9 мая, короче, в Москве в прошлом году, но в связи с пандемией вот это не получилось. И посмотрим, может, в октябре, если получится, может быть, и проведем то, что запланировали. Круглый стол. Спасибо большое. И всем, Влад, здоровья. Спасибо. Спасибо. Виктория Георгиевна, В этом году должна выйти монография, и в монографии будет диск всех записей, абсолютно всех, все 25 записей в диске будет. И, конечно же, конечно, я могу скинуть на почту нужные вам песнопения. Национальная битека, пластинка, товар, он убо, мы с устарыхками, эти, не рекомендуются от полу. Диск, диск, а мне барбулы, так, сардану, астерина. Диск, а на волана, каэм, бут, 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 а все кердюх, бут. А, и тарын, а сосеяник, а на те, он арбутюл, это барбулы, так. Хорошо. Огромная благодарность Виктории Георгиевне за ваш кропотливый труд в исследовании наследия Устина Нахсорова, Уруяй Халвам, организаторам и поклонникам таланта. Организаторами онлайн-лекции является Арктический институт культуры, Национальная библиотека. Так, это все. Виктория Георгиевна Махтал-Итюэте, музыкальная школа фольклоса Льячиларгар Махтал-Девиттер, Нюрдианел Ларьонова. Прекрасная лекция. Спасибо Виктории Георгиевне, сотрудникам Национальной библиотеки, Сардане Васильевне за познавательный субботний вечер от всех почитателей Великого Ланхасута Устина Нахсорова. Алгыста Хаммалартан Махтал-Девиттер. Так, эльпех-эльпех Махтал-Девиттер. Детенемеулами копия ламыны, яхы и тыхпанчет. Ага, вопросов нет, да? Виктория Георгиевна. Да, ага. Юрий Борисов. Всё. Яхаттын боб. Сыуухта бям Сигурен туром, Холжукта бям Хонкуен туром, бақтана айпын бағарабын. Безеге, Виктория Георгиевны, олдын, нестек кетінча, үш сыллақтын, бе сәветке кэнада, ой қаршалға кэнда, мен болонлар, Продолжение следует... 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 Я ученый врач Василия Васильевича Льонова в 1917 году. В 1917 году мы получили музыку. Виктория Георгиевна Виктория. В 1917 году мы получили музыку. system. Второе, мы со всеми. Все, только обеспечивая их санкют. Мы все хорошо обеспечиваемся. Мы соответствуем, который difficult. Он не может быть в кузборе. Дальше. Здравствуйте, everybody. Что я могу сказать о России? Gerade у нас появились люди и в России. Например, у меня здесь вот в Компинистическом социальном институте. Здесь мы поднимемся. Ван Варвара Валерьевна Капитонова, Виктория Георгиевна книги «Народный газетель» Устин Ноксаров, Смик Мастер книги «Контакты» Устин Ноксаров, Сохранение и изучение развития «Зборник материалов научно-практические конференции» 2018 года вышла через издательство «Аллас» в 2018 году. Устин Ноксариева Солнечная книг. Здесь есть много департаментов, и я использую ее в финге «Зборник материалов научно-практически это книги «Народный газетель» Спасибо. Спасибо. Тогда будем ждать монографию. Все, да? Ну вот, от имени нашей кафедры мы благодарим исследователей, эти фундаментальные исследователи, очень большая тема, хорошая. И Мишка Федральна у нас связи, вот здесь вот Татьяна Феоровна, да, тоже отзывалась это с другой кафедрой. Вообще вот тут Варвара Егоровна тоже, как бы вопрос задавала. То есть вообще, ну, и Виктория Горде поблагодарила Оксану Адуардову, она, к сожалению, сегодня не зашла, но все вы знаете, да, прошлая лекция была. Она очень занята сейчас, очень занята. Ну, в общем, прекрасная лекция. Ну, спасибо. Спасибо.